Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На этот раз она прошла в поселке Красково. Говорили по традиции о насущных проблемах, дорогах, транспортной доступности, безопасности и экологии в округе. Кроме того, обсудили работу поликлиник, школы и управляющих компаний. В начале встречи Владимир Ружицкий кратко рассказал собравшимся о проделанной за год работе. Коснулся тем административного преобразования округа, вопросов транспортной доступности и экологии в муниципалитете. После жители смогли задать ему свои вопросы. Большинство присутствующих. Волновали такие темы, как работа школ, поликлиник, управляющих компаний, а также безопасности в округе. Также много было недовольств, связанных с долгостроями. Два года и три месяца назад мы первый раз, дольщики, обратились коллективно к вам с проблемой, что наш дом не вводится в срок в эксплуатацию. Это четвертый квартал 2015 года. Все эти два года мы обращались к властям. До сих пор дом не введен в эксплуатацию. И мы, соответственно, не можем получить ключи от своих квартир. Мы никаких документов дальше мы не оформляем. Это табу запрещено. Поэтому надеюсь, а он хочет как бы дальше, потому что он туда, как он нам объясняет, тоже вложился. Поэтому, ну, понуждаем. Понуждаем. Ну, есть, знаете, вот в армии иногда так говорят, по умному слову, под руку палка. Поэтому тут все инструменты используем, чтобы он, этот дом, просто оформил документы. Нам осталось, по сути, оформить документы и маленькие недоделки. Кроме этого, много говорили о вопросах экологии. Жителей волновали сроки закрытия полигонов, а также методы минимализации выбросов вредных веществ. Вы ни слова не сказали про промзону, которая у нас находится в деревне Машково. Там есть 7 предприятий вредных с первым и вторым классом опасности. Втор, алюминьпродукт, комбинат экологического обслуживания и другие. И вот мне бы теперь хотелось спросить, будет ли когда-нибудь установлена станция экологического мониторинга, чтобы мы понимали реально, чем нас травят из промзоны Машково. Да, у нас есть предприятие втор, алюминьпродукт. Мы включили его в список первоочередных проверок. Это для всех, я говорю, только что она была проверена Росприроднадзором, наложены штрафные санкции, и мы вышли на федеральную структуру Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне этого предприятия. Еще одной важной темой встречи стала ликвидация второй смены в школах. По словам Владимира Ружицкого, в самом городе Люберцы этой проблемы уже нет, однако она остается в поселках. Чтобы ее решить, власти планируют строительство дополнительных корпусов, а также новой школы в центре Красково. Анна Троян, Мария Лапочева, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапочева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.